Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Разуваев. Вот о чем расскажем сегодня. Владислав Шапша принял участие в пленарном заседании форума «Предпринимательство в новой экономической реальности». Библия «Ночь» в Обнинске. Что приготовили для жителей Первого Наукограда в эту пятницу библиотекари? Техника рисования «Пирогротаж» или «Как прошла ночь музеев в Первом Наукограде?» 26 мая в Калуге губернатор Владислав Шапша, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в режиме видеоконференц-связи принял участие в пленарном заседании форума «Предпринимательство в новой экономической реальности», который провел председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Участниками также стали секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, представители профильных министерств и ведомств, бизнес и общественных объединений, а также главы Донецкой и Луганской народных республик. От Калужской области председатель законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора Владимир Попов, президент Союза торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта Комиссарова, депутаты законодательного собрания. В форуме приняли участие около 500 человек. На пяти площадках эксперты, представители предпринимательского и делового сообщества обсудили актуальные вопросы повестки, в их числе развитие бизнеса в новой социально-экономической реальности, потенциал экономической интеграции с Донбассом, решение, необходимое для ускорения развития предпринимательства в стране, импортозамещение, решение проблем и новых вариантов логистики, поддержку новых видов предпринимательства, создание безбарьерной среды для бизнеса и инструменты финансовой господдержки. Открывая заседание, Дмитрий Медведев подчеркнул, что поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы партии. От того, насколько успешными будут наши решения, зависит то, сумеем ли мы сохранить нормальные темпы развития страны. А такая задача есть, ее никто не снимал с повестки дня. И эта задача, сформулированная президентом и воплощенная в наших национальных проектах, она остается все равно, несмотря на все сложности текущей жизни. В Калужской области 88 тысяч человек работает в сфере малого и среднего бизнеса. Губернатор регулярно проводит встречи с предпринимателями. Принимаются все новые меры поддержки бизнеса, как общие, так и адресные. Новый партийный проект предпринимательства «Единой России» в рамках народной программы как раз направлен на поддержку предпринимательства. Последний звонок прозвенел и для учащихся кадетского класса правовой направленности технического лицея. С этим праздником ребят поздравил начальника МВД России по городу Обнинску полковник полиции Александр Кулигин. Главный полицейский города пожелал кадетам справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь больших успехов в жизни, продолжить развивать творческие способности, уметь отстаивать свои взгляды и убеждения. С напутственными словами к выпускникам и участникам мероприятия, посвященного завершению учебного года, выступили директор лицея Ирина Строева и заместитель главы администрации, начальник управления общего образования Татьяна Волнистова. Поздравления прозвучали от Общественного совета ОМВД, члены которого на протяжении всего учебного процесса активно проводили совместные мероприятия профилактического характера. Подборные аплодисменты гостей лицеисты продемонстрировали свои музыкальные таланты, исполнив трогательные песни о школе и дружбе. Вся праздничная программа состояла из ярких музыкальных и театральных номеров, в которых участвовали ребята из разных классов, учителя и родители. 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. И стоит отметить, что в библиотечной системе нашего города трудится много увлеченных людей, профессионалов своего дела. Сегодня в библиотеках активно используются новые информационные технологии и новейшие носители информации, которые делают доступный мир знаний и культуры для каждого жителя Обнинска. В рамках этого профессионального праздника в Первом Наукограде прошла традиционная социокультурная акция «Бегущая книга». Мероприятие проходит при поддержке Госкорпорации «Росатом» и программы «Территория культуры Росатома». Это традиционный весенний забег, организаторы и участники которого – сотрудники библиотек. В этом году школьников и волонтеров решили не звать, поскольку погодные условия оказались неблагоприятными. Однако сами библиотекари вышли на пробежку по улицам Первого Наукограда. Мы присоединились к всероссийской акции «Бегущая книга», и это не первая наша акция. Ежегодно мы бежим, традиционно бежим от библиотеки «Старый город» в разных направлениях. И вот сегодня цель этой акции – познакомить детей с книгами. Тема «Дети и книга». «Книга для детей». Поэтому мы начинаем, стартуем от нашей библиотеки и бежим в городской парк. Масштабная ежегодная акция, нацеленная на популяризацию библиотек и привлечение читателей, объединяет уже 700 библиотек из более чем 650 городов и сельских территорий – от Калининграда до Владивостока. Общее количество участников забега за время существования «Бегущей книги» приблизилось к цифре 100 тысяч человек. Хочу поздравить всех своих коллег-библиотекарей Обнинска и не только Обнинска с нашим общим профессиональным праздником – Днем Библиотек. Это праздник дружбы. Дружбы книги, читателей, писателей, библиотекарей. И пусть так будет всегда. 2022 год стал юбилейным для целого ряда писателей и поэтов, творчество которых известно практически каждому с первых лет жизни. Поэтому весенняя «Бегущая книга», которая состоялась незадолго до Дня защиты детей, посвящена теме «Литература для детей». 27 мая обнинские книгобежцы отправились по трем разработанным маршрутам – от городского парка по Старому городу, от памятника коту ученому до Трюмф-Плазы и по усадьбе Белкина. Библиотекари задавали вопросы прохожим для проверки эрудиции и поделились интересными фактами о детской литературе. Самые простые вопросы, самые главные вопросы жизни – читаете ли вы книги, читаете ли вы книги детям, читаете ли вы книги с детьми, какая ваша самая любимая книга детства. И хотим рекомендовать вот такие две книги – большая энциклопедия школьника, школьная энциклопедия, где собрано все, все знания, все вопросы по всем отраслям знаний для души, для семьи, для чтения. Милости просим, приходите в библиотеку. Кстати, узнать участников акции было легко по футболкам с хэштегами «бегущая книга» и «бегом за книгой». Кристина Забожка, Евгений Соколов, Обнинск ТВ Общероссийский день библиотек – праздник поистине всенародный. День тех, кто работает с книгой и тех, кто любит чтение. Трудно переоценить вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры. В Первом Наукограде организована целая программа мероприятий, приуроченных к этому празднику. А самая масштабная из них – ежегодная акция «Библия-ночь». Подробности в следующем сюжете. 27 мая с 17.30 до 23.00 в Центральной библиотеке Первого Наукограда проводится традиционно всероссийская акция «Библия-ночь». В этом году ее тематика связана с миром фантастики. Это одна из самых молодых отраслей художественной литературы. Она конструирует воображаемые миры, помогая нам осмыслить запредельные грани реальности, приближая к новым открытиям. Это акция ежегодная. В 2022 году она в России пройдет уже в 11 раз. Тематикой будет фантастика и фэнтези. Начнется она в 17.30 на площади перед Центральной библиотекой. Будем проводить ставшие традиционными библиосумерки для маленьких читателей. Они откроются дискотекой «Вингардиум Левиос» и квизом по Гарри Поттеру. А кому-то по душе может оказаться мастер-класс по обретению душевного равновесия «Волшебная сила Тай-чи» на открытом воздухе и в хорошей компании. В здании Центральной детской библиотеки организуют громкие литературные чтения с мультифейерверком «Сказка. Ложь, давний намек». У детей есть уникальная возможность познакомиться с русскими народными сказками в книге и на экране. На втором этаже в молодежном отделе с помощью аквагрима можно будет примерить на себя любой фантастический образ. В 19 часов можно поучаствовать в создании собственного фэнтези мира, игра «Безумный художник», мастер-класс по рисованию аниме персонажа и создании цветка желаний с помощью особого изобразительного метода нейрографики. В 19 часов в детский технопарк «Кванториум» проведет инженерный мастер-класс и докажет, что наука действительно может быть интересна благодаря оригинальным и ярким экспериментам. Возможно, кому-то захочется проверить свои знания в командной игре «Буквизи» по рассказу Рея Брэдбери «Игря на лгро». А ближе к позднему вечеру детей ждет комната страха в медиатеке. Родители же могут поучаствовать в научном стендапе «Игры разума», который связан с забавными и дерзкими рассказами о будущем научных открытий. Два спектакля ждут юных зрителей. В 20 часов спектакль «Карсон вернулся» будет продемонстрирован на экране в детском читаемом зале. Театр «ЭТЭ» под руководством Юлии Носова порадует поклонников мистическим спектаклем «Отпуск». Он будет проходить в 20 часов в лекционном зале, а после него в 21 собираемся на гвоздь программы «Библия ночи» ночной квест по библиотеку с фонариками и привидениями. Самых стойких участников в 22.00 ждет лотерея с главным призом – культовой настольной игрой «Манчкин». Единственное условие участия – посетить как можно больше локаций за всю «Библия ночь». После от всей души можно повеселиться на библиодвижи «Песни льда и пламени». Подробнее о том, как прошла «Обнинская библия ночь» расскажем в понедельник. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. На выходных по всей стране проходила акция «Ночь музеев». Не остался в стороне и Обнинск. В Музее истории Обнинска была подготовлена насыщенная программа. Космический квест «Путь к звездам», выставка художника Виталия Миронова, мастер-класс по обработке самоцветов, викторина по эпохе Петра Первого. Гости могли посмотреть спектакль театра студии «Деми» «Мой бедный Марат». Также состоялся мастер-класс художника и сотрудника музея Сергея Яркова по технике рисования пирогротаж. В этот же день состоялось официальное открытие персональной выставки Сергея Яркова. Маленькие, большие, цветные и черно-белые картинки. Художник признается, что долгое время писал в стол, в шкаф и в кладовку. И в какой-то момент пришло время отвлеченно взглянуть на созданное. Представлены картины за 20 лет творческой деятельности. Это не все, что есть у художника. Отобраны наиболее выразительные из каждой серии, которые, по мнению автора, наиболее хорошо раскрывают посещенные им места и позволят зрителю увидеть и почувствовать то, что увидел и почувствовал художник. Центральное место занимает серия путешествия с блокнотом. Сергей Ярков – мотоциклист и периодически отправляется в небольшие путешествия с рюкзаком за спиной, где лежат альбом и краски. Честно говоря, сегодняшний Сергей Ярков мало отличается от того Сергея Яркова, который был даже 20 лет назад. В 2002 году вышел я из художественно-графического факультета Московского педагогического университета. И здесь представлена работа того периода, масштабные этюды. И в принципе их разделяет с внешними моими зарисовками, акварельными и графическими. Но только некоторые наработки изобразительных средств. А мысли я по-прежнему. Так же, как и тогда. Сергей Ярков считает, что с течением времени меняется только язык высказывания. Форма и основные мысли, доносимые творцом, остаются те же. Перед крыльцом музея художник провел небольшой мастер-класс по написанию картины в технике, изобретенной им же самим. Пирогротаж. Техника родилась на стыке рисования с помощью газовой горелки и гравировки по темному тону с помощью различных щеток и резцов, объясняет Сергей Ярков. Спектакль, представленный театром студии «Эдеми», прошел в лекционном зале музея. Режиссером выступил Олег Демидов. Он и его студия ежегодно участвуют в акции «Ночь музеев». В этот раз представлена зрителю пьеса Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». А это такой, как бы, выпускной. Мальчики учатся в 11-м классе, и мы вот сегодня играем пятый спектакль, и сейчас они выпустятся из школы, и встретимся мы теперь, я не знаю, может, через 4 года, а может, через 13. Вот так. Это выпускники моей студии. Кто-то, может быть, пойдет в артиста, а кто-то, может быть, пойдет в жизнь. Это была обычная простуда. Воспаление он бы не вывезли. Да, его было здорово жалко. Я ведь насмотрелся, как люди умирают. А этот был какой-то симпатичный. А все дело в том, что он ни на кого не похож. Ну, все люди на кого-нибудь похожи, а этот ни на кого. Ну, а на кого я похож? А ты похож. На всех с ним. А это я. Ночь музеев, как и в прошлые годы, была разнообразной для людей разных возрастов. Каждый год это мероприятие стараются сделать уникальным, и главное, посетитель выбирает сам, что ему интересно. Хочет, может, смотреть на обработку драгоценных камней. Хочет, может, со своей семьей или в одиночку принять участие в квестах или ознакомиться с экспозициями. Посмотреть спектакль или же посетить открытие выставок. Кристина Забожко, Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов. Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Обнинск Онлайн» ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова